Республиканская научно-производительская конференция приурочена к важному событию в медицинском мире Брещины – полувековому юбилею Брестского областного психоневрологического диспансера. Обсудить вопросы болезни души, поделиться опытом со своими брестскими коллегами, а также разработать методы взаимодействия в борьбе с недугами психического характера в город над Бугом приехали специалисты психиатрических учреждений здравоохранения со всей Беларуси и Польши. В своих докладах выступающие осветили тенденции развития психиатрической помощи и ее оптимизацию. Одной из актуальных проблем, названных на конференции, является проблема заблуждений и мифов, которые мешают человеку обратиться за квалифицированной помощью к специалисту. Большинство психических расстройств, конечно, это болезни, так называемые, пограничные психиатрии. Это депрессия, это неврозы, это тревожное расстройство. От них люди не умирают, но они мучаются, нарушается качество жизни, нарушается работоспособность, проблемы в семье, но они не обращаются в психиатрическую службу из-за страхов, мифов, предубеждений перед психиатрией. Поэтому, конечно, одна из сегодняшних задач – это борьба с мифами, предрассудками, что это никаких ограничений, никаких учетов человек может прийти, получить нужную ему помощь и не бояться психиатра. Ежегодно в Брестской области фиксируется порядка 10 тысяч случаев психических заболеваний. Несмотря на их рост, ситуацию в регионе и стране нельзя назвать плачевной. Данная тенденция характерна не только для Европы, но и для всего мира. По словам специалистов, причины такого положения дел кроются в так называемой биосоциальной модели, включающей в себя спектр факторов, начиная от особенностей обмена веществ пациента, заканчивая гормональными и наследственными заболеваниями. Среди недугов души особый интерес у специалистов вызывала и вызывает суицидальная тематика. Кстати, статистика самоубийств в Брестской области, увы, не отличается положительной динамикой. По итогам 2013 года у нас по Республике Беларусь отмечается заметное снижение, то есть порядка 20 случаев на 100 тысяч населения. Но однако, к сожалению, вот в Гродненской и Брестской области у нас имеется некоторый рост. Он значительно, то есть уровень суицидов значительно меньше, чем это было 2-3 года назад, но тем не менее 26,7 на 100 тысяч по Гродно, 27,7 по Брестской области, это чуть выше, чем по-общереспубликански. И именно поэтому и Гродненская область, и Брестская область уделяют этому вопросу особое внимание. В ходе конференции участники сошлись во мнении, что сегодня психиатрия превратилась в самостоятельную дисциплину, внутри которой сформированы свои законы жанра, будь то методы выявления психической патологии или разработка новых подходов в лечении. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит ученым, психотерапевтам и работникам практической психиатрии. Труд медицинских работников психиатрической службы имеет ряд своих особенностей, которые не приукрашены никакими яркими моментами. Чаще всего он связан с тяжелой ношей и умением понимать, что такое норма в поведении человека, что такое патология. А это как раз в том числе и тоже является причиной сложности в диагностике патологии.